Традиционный фестиваль «Музыкальная осень в Твери» торжественно открылся вечером 1 октября в областной академической филармонии. В этом году он проходит уже в 51-й раз. За полвека этот праздник классической музыки стал знаковым событием в культурной жизни Верхней Волжи. Нынешний фестиваль проводится по знаком юбилея губернаторского камерного оркестра «Российская камерата». Это содружество высококлассных музыкантов. За их плечами сотни концертов по всей России, странам Европы и Азии. На сцене Тверской филармонии они исполнили произведения Арноба Баджаняна и Петра Ильича Чайковского. Мы исполняем впервые концерт для фортепиано с оркестром номер один. Эта транскрипция специально сделана для нашего оркестра. Хочу отметить, что 145 лет назад было первое исполнение этого сочинения в Бостоне. В нынешнем году оркестр «Российская камерата» отмечает круглую дату – 30-летие со дня своего основания. По этому случаю вместе с тверскими музыкантами выступили и известные столичные мастера. Потрясающий музыкант, заслуженный артист России Александр Гиндин, с которым мы сотрудничаем уже более 20 лет, сыграли огромное количество программ. И молодой, блистательный скрипач, тоже лауреат конкурса Чайковского, Айлен Притчин. Особенно стоит отметить, что 51-й фестиваль «Музыкальная осень» открылся на обновленной сцене Тверской академической филармонии. Сюрприз ждет и музыкантов. В наступающем сезоне филармония порадует не только зрителей, но и музыкантов вот этими стульями. Прежние были не очень удобные, вот наконец-то поступили, причем и за границей новые стулья. Действительно очень удобно и спинка регулируется. Да, на таком стуле музыкант теперь сможет музицировать не один час. В следующем концерте фестиваля, который состоится 5 октября, примет участие ансамбль скрипачей Государственного академического Большого театра России. На сцене Тверской филармонии прозвучат скрипичные сочинения Альбинони, Вивальди, Шуберта, Мусоргского, Рахманинова, Прокофьева и других великих композиторов. Субтитры создавал DimaTorzok